Приветствую вас, заложники всего достаточно длительного французского прохождения. Вы самые верные и терпеливые те, кто сумел досмотреть мою французскую кампанию до сего времени. Но могу сказать в укор тем, кому не хватило терпения. Вы оставили эту кампанию на самом интересном месте, потому что те, кто делал этот мод, постарались очень на славу. Они сделали так, что напряженное начало переходит в очень бурную середину прохождения и заканчивается еще более эпичным концом. Это та редкая жемчужина творения мододелов, когда на протяжении всей игры им, благодаря уравновешенной системе штрафов и поощрений, благодаря таким нововведениям, как рентит правителя и многим другим фишкам, удалось сделать действительно интересный для прохождения на всех этапах мод. Таких модов на самом деле мало. Большинство модов либо тяжелый старт, затем легкий конец, когда фактически завершению ничто не препятствует, кроме банального захвата окружных крепостей и добивания остатков врага. Здесь все наоборот. Здесь чем дальше ты идешь вперед, тем с большим количеством трудностей и вопросов тебе приходится сталкиваться. И соответственно, тем больше разных решений приходится принимать. Эти решения далеко не однозначны. Вот так вот и в прошлой серии. Мы закончили ее на том, что заметили весьма неприятный момент. Сильнейший на текущий момент игрок в военном отношении явно собирается объявить нам войну. Это королевство Апулии Сицилии. По общему рейтингу, конечно, они нам уступают, но они завоевали всю Италию. Кстати, финансовый рейтинг. Видите, да? Куда стремиться? Ребята получают деньги. Территориальный рейтинг. Они нас превзошли на немного. У них 18 провинций. Рейтинг производства резко пошел вверх. Вот вам бессмысленное расширение. Нет возможности производить. У Франции все с этим делом в порядке. Казна и производство всегда стабильны. Мы занимаем первое место. А вот военный рейтинг у нас стремится вниз. Это благодаря сражениям, проведенным в последнее время, из-за чего казна пошла вверх. А эти ребята превосходят нас на голову. Грубо говоря, по тем подсчетам, которые генерирует нам система, их армия 50 на 50% лучше нашей. Ну, 46%. Это мы, скорее всего, увидим на следующем ходу. В всяком случае, я помню. Такие показатели. Как оно будет? Ну, по графику, вроде кажется, соотношение немного другим. На 30% у них количество воинов больше, чем наше. Но учитывая, что у нас с ними единый фронт, а у них не так уж и много врагов. Давайте, кстати, это тоже посмотрим. Это наше королевство Сицилии и Апулии. Врага, как говорят, нужно уважать. Я бы сказал по-другому. Уважение это не совсем то слово. У них союз с нашими противниками Священной Римской империи. Поэтому, я думаю, нападение на нас фактически уже гарантировано с их стороны. Они пересекли границы наших территорий. Стоят на границе с территориями еще. Одних своих врагов это престола Святого Петра. И, я думаю, Леон и Марсель находятся под большой угрозой. С врагами Пизанской республики они, скорее всего, справились. Те им не мешают. Королевство Португалии подавно им не мешает. От султанат Аль-Махадов вряд ли они с ними особо сильно воюют. Учитывая, что войны происходят только на территории Северной Африки. Независимых земель на их территориях не осталось. Так что проблемы у них только с республикой Венеции. И видим, к Болонии подошла венецианская армия. Но только в Болонии защитников куда больше, чем нападающих со стороны венецианцев. Хотя венецианцы привели сюда свою тяжелую кавалерию. Мы видим, что ребята совершенно не гнушаются большими армиями и ведут их в наше направление. Соответственно, как минимум с тремя стэками мы будем иметь дело, если не больше. И что нам нужно? Нам нужно запастись хорошими доходами. Поэтому переводим нашего купца, заодно мониторим ситуацию. Генуя сейчас работает на благо сицилийцев. Так, что тут еще наши могут сделать? 267, а отсюда 66. Да, это тоже логичный ход. Увеличиваем доходы от наших купцов. Купечество 13269. Доход от торговли упал. 15700. Было больше 16000. Сельское хозяйство у нас находится в минимуме. Урожаи, видимо, не те. И по всей империи нам придется провести тотальную мобилизацию, чтобы подготовить этот участок фронта. Очень хорошо, что Альпы являются естественной преградой, отделяющей нас от Италии. Видимо, вся Италия уже пала под ноги сицилийцев. И ничто не мешает им генерировать огромные армии на территории итальянских земель. Итальянский сапог производит эти армии и ведет по направлению к Венеции, которой, скорее всего, недолго осталось жить. Мы, кстати, можем проследить за их рейтингом в этом плане. Да, рейтинг ломанный. Военный рейтинг. Рейтинг производства ушел на спад. Они только к войне готовятся. Территориальный рейтинг, видим, Венеция теряет. Благодаря нам, ну и вообще. Финансовый рейтинг Венеции лежит. Рейтинг по населению тоже похож на то, как происходят изменения с их территорией. Общий рейтинг у них печальный в последнее время. Но еще какое-то время сопротивляться они, естественно, смогут. Учитывая, что наша Венеция, кстати, закрывая, они стоят. Наша Венеция, где-то наша дорогая Венеция. Хочу посмотреть, во врагах ли она со Священной Римской империей. Враги. Да, у них с Венгрией проблемы терки, с королевством Апулии. Думаю, Римская империя им тоже спокойно жить не дает. Все остальные, хотя у них очень сильные союзники. Можно сказать, что Римскую империю уравновешивает румский султанат, который... Те еще ребята и хорошо воевали, и хорошо расширялись. Турция занимает лидирующее место периодически в общих рейтингах. Неоднозначная ситуация, но хорошо то, что Альпы являются естественной преградой, как на пути к Марселю, так и на пути к Леону. И мы смогли поставить здесь форт, который дает нам весомое преимущество и время для набора армий в ближайших крепостях и пересылки их к Леону. Плюс еще одна переправа, и таким образом мы закрываем любой подход на нашей территории. А вот вопрос с Марселем остается открытым. Здесь нам надо будет гораздо больше хитрости и гораздо больше смекалки, чтобы этот вопрос решить. Потому что если королевство Сицилии и Апулии получат влияние над этой крепостью, ничто уже не сможет остановить их. Переброски их войск к Перпиньяну, разве что еще один форт, замыкающий здесь врага. Но у них тогда будет проход сюда, 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 в общем-то дорог больше. А так-то мы, конечно, можем Сицилию закрыть. Форт здесь, форт здесь, Марсель забираем себе и все. О фронте Сицилии можно забыть, пока они не получат контроль над следующим замком. Это у нас Тун. А если контроль над Туном получим мы, то замкнем их еще и здесь. И, соответственно, у них будет только один ход сюда, а оборонять этот фронт, в общем-то, проблем не составляет. Правда, они тогда будут помогать своим союзникам. И это будет проблемой. И вся нагрузка пойдет на Венецию. Думать и думать. Тут нужна хитрая тактика. Но прежде всего нужно подготовиться к ближайшему ходу и к объявлению войны. Для этого давайте пройдемся по нашим территориям. Так, что можно сказать о армии королевства Сицилии и Апулии? Я вижу тут главнокомандующий. Это большой плюс. У нас такого счастья нет, во всяком случае в гарнизоне. Но у нас есть убийца, нанятый в Париже. И как раз, наверное, вовремя мы его наняли. Ведем его в эту сторону. Пусть решит вопрос. Конечно, забыли его по дороге прокачать, к сожалению. И еще один убийца у нас есть. Мы хотели отвезти его в сторону Священной Римской Империи. Но, наверное, придется все-таки подстраховать нашего дополнительного убийцу. Плюс всадники. Конечно, для захвата вражеской крепости Священной Римской Империи Орхуса нам потребуется много войск. Мы как-то мониторили, проплывая здесь или проходя своим торговцем. Мы видели, что у них тут несколько армий стоит. Но из-за потребностей нашего все-таки Юго-Восточного фронта мы отправим всю кавалерию вниз. Вниз к Дижону. И к переправе. Могли бы больше войск выделить для нашего форта. И, наверное, так и сделаем. Но я боюсь, что... Попытается враг взять его в осаду. И будет проблема с его удержанием. Отправим еще два отряда рыцарей. Тут у нас четыре отряда стрелков. Один отряд тяжелой пехоты. Два отряда копейщиков. Четыре отряда стрелков. Вроде звучит хорошо. Но я бы предпочел добавить еще один отряд стрелков. И два отряда тяжелой кавалерии. На всякий случай. Вылазки ради. Один отряд тяжелой кавалерии. Сказал кавалерию, когда выделял пехоту. На самом деле рыцарей. Вот что я имел в виду. Ну что, вроде гарнизон хороший. Им придется подводить подкрепление. Для того, чтобы пытаться его атаковать. Теперь давайте посмотрим, кем мы еще можем походить. Остальная армия, как мы и запланировали, будет разбираться с Орхусом. Деньги нам понадобятся. Нам придется увеличить военный контингент. Соответственно, усилить и интенсивность проводимых грабежей. Так что армию мы ведем непрокаченным. У нас этот полководец. Грабежи помогут изменить и исправить это дело. К Брюге. Соответственно, Перпиньян, как возможная точка, в которой будут атакованы наши войска. Мы здесь нанимаем копейщиков. Я рассчитываю, что у сицилийцев... Ага, у сицилийцев, в общем-то... Пешие нормандские рыцари. Сарацинские лучники. У них основной упор таки делается на пехоту, из того, что я вижу. Поэтому нам нужно делать основной упор на кавалерию. Ладно, наймем лучших из лучших воинов, и там будем решать. Пехота для сдерживания. Кавалерию в самый последний момент будем нанимать, потому что она самая дорогая в обслуживании. Максимальная численность. Тяжелая пехотка. 250, 250, 275. Вот только вопрос, придется ли нам сражаться на переправах. Я мог бы тогда нанять дешевых лучников, которые сыграли бы свою роль. Или придется давать бой на открытой местности. Ладно, давайте таки наймем дешевых лучников. Барселона тоже не останется в стороне. Здесь мы будем готовить армию. И, наверное, это уже естественно для Франции ориентироваться на мощь ее флота. Вы знаете, у меня созрела такая идея. Допустим, берут они Марсель. Мы готовим в Барселоне флот с армией. Собираем часть войск. Кстати, у нас ситуация с Кастилем. И мы 5 ходов не можем ее атаковать. Соответственно, часть армии для этой моей небольшой интрижки можем выделить отсюда. Что, ребята, у меня зря будут простаивать, в том числе и катапульты самых дорогих отрядов часть. Можем отвезти к Барселоне. Они на второй ход сюда прибудут. Стрелков. Стрелков для того, чтобы решить проблемы. И таким образом мы задействуем те 3000, которые у нас сосредоточены на границах с Кастилией. И должны были, по идее, мониторить агрессию Альмахада. Для того, чтобы перехватить у Сицилии и Апулии Марсель. И затем же эта армия, установив здесь необходимый гарнизон, или может мы пошлем из Лиона подкрепление сюда, попробуем поставить здесь форт. А эта армия садится на корабли и продолжает грабить побережье Италии. Таким образом спонсируя нашу войну против Сицилии и ослабляя ее. Вы знаете, наверное, так будет поступить мудрее всего. Поэтому катапульта. Вторая катапульта здесь. Двух катапульт на крепость нам хватает. Две катапульты так у нас и есть. Только очень осторожно нужно относиться к войскам престола Святого Петра. Потому что ослабление этого участка может заставить их подумать, что настало время провести против нас агрессию. Стоит ли нанимать третью катапульту в качестве резервной? Наверное, все-таки стоит и вести ее в этом направлении. Потому что следующий найм подобного орудия состоится только через 10 ходов. Тулуза. В Тулузе мы наняли войска и можем отвезти часть воинов. Я думаю, без проблем. Либо к Перпиньяну, либо везти к Леону. Для Перпиньяна у нас как минимум 3 хода запаса есть. Но тут нам тоже нужно будет выстроить армию. Потому что армия, которая захватит Марсель, сразу же отправится либо к Леону, либо к Перпиньяну. То есть какая-то защита тут тоже должна быть. Ладно, давайте, наверное, от тяжелых мечников отправим к Леону. А лучников отправим к Перпиньяну один отряд. От Перпиньяна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 отрядов нам нужно. 4 отряда уже есть для этого. Потом 2 отряда будут наняты. То есть 6 отрядов. И 3 отряда останется. 3 отряда для того, чтобы заполнить эту пустоту. 2 отряда. Все, вроде без проблем. Вопрос решен. Бордо придется тоже немножко напрячь. Но, скорее всего, именно дешевыми войсками. Чтобы организовать где-то форт сдерживание. Пока что дешевые войска в приоритете будут. Лимош. Так как нам понадобится кавалерия, то, наверное, тоже упор сделаю на дешевых лучников. Их не тяжело нанять и не тяжело быстро уволить. Сделаем такую временную затычку против врага из дешевых отрядов. Тут, если нападение состоится, 2 дешевых отряда пока что самых дешевых. 75 содержания. Чтобы наша казна не перегрелась от такого найма. Эти ребята пусть растут. Если что, мы их быстро сумеем поставить к бою. В принципе, разница между стрелками и крестьянами с луками не очень-то и велика. А, понятно, 3 раза сильнее, на 3 точнее очка сильнее дальний бой. И у этих ребят будут проблемы с рыцарями. Но, с другой стороны, все дело в морали. Все дело в том, кто командует. Переправу даже лучниками, крестьянами с луками можно будет удержать. Учитывая, что их 82, а этих всего-навсего 50 воинов в отряде. Не хочется нанимать вот этих вот ребят. Стоят они слишком... Сумма слишком не та. 250 как рыцари, а эффекта от них гораздо меньше. Оруженовцы с феодалами. Так что пока что я, наверное, их трогать не буду. Сержантов, копейщиков, наверное, возьму. Один отрядик. И чем нам могут помочь Реймс, пока задействовать не буду. Бурж. Пожалуй, тоже дешевые лучники. Катапульты. Для грабежа они понадобятся на том рубеже. Два хода. Да, рыцарей нанимаю. Парочку тяжелых отрядов. Нет, как-то нелогично получается. Давайте сделаем по-другому. Лучники, которым понадобится много времени для перехода, будут наняты как можно дальше. И таким образом мы за их простой не будем платить большую сумму. А тем, кому понадобится гораздо меньше времени для перехода, тех мы лучше наймем. Если мы уж нуждаемся в сержантах-кольчугах, то наймем их лучше поближе. Так, вроде, небольшую мобилизацию нам удастся провести. Сейчас посмотрим, какие войска мы можем стянуть для обороны этого участка. С ближайших территорий. Кавалерия есть, причем хорошая. Все остальные тоже у нас по чуть-чуть перемещаются. Да, вроде, основные аспекты найма есть. Рыцари здесь. Сейчас проверим элиту, способны ли города предоставить нам элиту. Сколько? 5 единиц времени хода. Хорошо. Пешие рыцари-аристократы. Содержание 350 единиц. Но эти стоят дольше всего. Так что, наверное, пеших рыцарей-аристократов возьмем к себе на службу. Больше Париж задействовать пока не будем. В этом смысле. Так, наша грабительская армия. В ком она будет нуждаться? Жаль, но она будет нуждаться в кавалерии. У нас кавалерия вся ушла на фронт. Соответственно, Брюги и Париж. Мы для этого участка... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь отрядов для этой армии у нас есть. Плюс восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать отрядов. И еще шесть. Шесть отрядов кавалерии. Если придется биться с армиями Священной Римской империи. Поэтому, наверное, два отряда легкой кавалерии, чтобы отвлечь вражеские войска. И два отряда рыцарей в кольчугах. Они стоят не очень дорого. И, в принципе, ведут себя не намного хуже, чем рыцари-феодалы. В общем-то, Реймс тоже можно по этому поводу. Три отряда нам надо, четыре. Еще один отряд рыцарей в кольчугах. И для потребностей Леона можно еще один отряд рыцарей в кольчугах нанять вниз. Так вот как-то сделаем. Ну что, а теперь нужно зарабатывать деньги для этой войны. Вроде все логично. Передвигаем наши армии. И уже через пару ходов мы сможем атаковать Прагу. И аннексировать для наших потребностей эту территорию. Вернемся к нашему участку в районе Святой Земли. Армия под руководством нашего непосредственного предводителей короля может атаковать Холмс. Но это очень опасная затея, потому что здесь есть армия зенгидов, султаната. И мы рискуем попасть в окружение, если они отправят войска на помощь. Ну, Демас, вроде тут только два отряда. Но на следующий ход они могут выставить, приставить к копью, мечу и щиту еще больше воинов. Вот в Халабе тоже большое воинство. Хотя, в то же самое время атаковать Антакью будет куда сложнее, чем взять Холмс, потому что здесь защитников куда больше. Давайте попробуем все-таки рискнуть и нападем на Холмс. Попытаемся укрепить наших союзников на этой территории. Все-таки у нас здесь не только французская миссия по грабежу этих замков, сколько миссия крестового похода продолжается. Отстоять Иерусалим, заставить врага распорошить свои силы между многими участками, которые мы будем контролировать и дать возможность нашим союзникам увеличить количество принадлежащих им территорий и крепостей в Святой Земле. И я не оставлю вас без интересной темы для обсуждения, мои друзья. Я подготовил для вас еще одну тему на вопрос средневековых защитных сооружений. И на этот раз мы более подробно и с другой стороны обсудим средневековые замки. Если первая тема касалась самой осады и того, как эти осады проводились, вторая тема касалась осадных орудий, то сейчас поговорим о фортификационных сооружениях как таковых, средневековых замках. Но, конечно, сначала, в первую очередь, попытаемся осадить и захватить вот этот вот вполне себе средневековый замок. Два ряда фортификаций. Давайте выберем для себя удобное место проникновения. И устроим здесь свой французский Penetration, так называемый. Так, ну что, давайте использовать советы, которые мне дают, что ли. Ctrl-I. Выделяем всех воинов. Пехоту. Ctrl-N. Нет, Ctrl-M. Выделяем всех стрелков от слова Missiles. И Ctrl-K. Выделяем всю кавалерию. Ctrl-C, точнее. Это у нас будет четвертый отряд. Все. Осадное орудие мы поставили. Пробиваем этот участок. Может даже нет, можно вот здесь. Сразу возле башни, чтобы у нас не было проблем с проникновением. Если враг будет находиться где-то близко и попробует оседлать какую-то из стен, всегда стоит разбивать участок рядом с башней. Это, во-первых, отдаляет вас от других башен. И позволяет при проникновении быстро захватить, самым быстрейшим способом захватить контроль над вражеским участком стены. В том числе и над этой башней. Разбить всего лишь этот отряд. И тогда контроль над башней перейдет к вам. Пробиваться посередине с одной стороны опасно. Потому что если у врага кавалерии и другие подкрепления, он просто этот участок закроет, а вас с двух сторон зажмет, и башни будут безнаказанно обстреливать. Вы даже не сможете завести часть своих воинов на стены. Во всяком случае, так подсказала мне моя практика. И такой вариант я буду использовать. У нас тут очень много осадных орудий, поэтому можем поспешить нашими воинами. Немножко заговорился и упустил этот важный момент. Подведем сюда. Как кавалерию, так и стрелков. При слове замок в нашем воображении возникает образ величественной крепости, визитной карточкой жанра фэнтези. Едва ли найдется другое архитектурное сооружение, которое привлекало бы к себе столько внимания со стороны историков, знатоков военного дела, туристов, писателей и любителей сказочной фантастики. Да уж, когда речь идет о замках, мы представляем нечто грандиозное. Хотя, вот подобного рода замков в истории было не так уж и много. Вы только представьте, какие усилия требовали со стороны горожан, чтобы выстроить подобного рода фортификацию. Я говорю не о конкретном замке, который мы сейчас осаждаем, потому что вообще это больше фантазия разработчиков, чем пример взятый с конкретного замка. И он сделан для удобства именно игры. С учетом игровой механики больше, чем с учетом исторической достоверности. Немножко по-другому расположим наших лучников, чтобы им случайно не досталось... от наших катапульт. Попробуем ускориться, потом поставим на паузу. Враги успевают вроде подойти. Нет, не успевают. Копейщики. Против копейщиков лучше послать тяжелую пехоту. Наших лучников, стрелков, конечно же, на стены. В общем-то, остальных лучников тоже. Только на стены с этой стороны. И для того, чтобы не пустить сюда вражескую кавалерию, мы, наверное, выставим заград отряды наших копейщиков тоже. В общем, скопление народа и все сюда пойдем. Кавалерию сюда, где там вражеские. А они не спешат. Все. Пошли. Пошли, пошли, друзья. Можем пробить участок стены и в другом месте. В принципе, у нас есть возможность такая, чтобы зайти... Врагу в спину ударить. Так, наш король, а не совершишь ли ты кое-какой подвиг? Пожалуйста. И ждем наших воинов. Ждем, 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 ждем. Вперед, друзья. Ой, враг отступает. Понимает, что контроль над этим участком стены он уже потерял. И, соответственно, ему ничего не остается, как убегать. А нам приходится догонять. Они идут на воссоединение со своими воинами. Вот король у нас и остановит вражеский отряд копейщиков. Поспешили, поспешили, поспешили. Давай, дружище. Нет, 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 нет. Как же жесть. Понятно. Убежали. Мышка скрылась в норке. И сейчас к этой норке нам придется отправить целый отряд из трех катапультных расчетов. Остановили. И сейчас попытаемся дождаться наших воинов. Как можно дальше, чтобы разгон был. Удар в спину, чтобы далеко не убегали. Вот гады. Башенки-то наших, походу, постреляли. Рискуем. И бьем опять сарацинское ополчение, чтобы догнать их. Хороший удар. Направили их к копья, так что они повернулись спиной к нашему предводителю. Ударили. Видим, ударили, в принципе, неплохо. С десяток сразу снесли. Сейчас отступим. На что же вы стоите? Напугайте врага! Ещё раз бьём. Успевают выставить Ёж. Опасное построение, но наши берут золотую лычку. Их тут остаётся немного. Я думаю, они скоро будут бунтовать. Оу! Третья серебряная лычка у нашего короля. Замечательно. Я думаю, какой-то анчили трейд ему за это дадут. За такое смелое поведение. И либо разбиваем брешь на втором участке, либо пробиваем врата. Но мы помним, как умеют вести себя эти парни. Так что, наверное, пробьём стену здесь всё-таки. Только надо подвести так наши катапульты. Чтобы они без проблем могли стать на этом месте. Враг разбит. Мы особо и не потеряли. Одного воина в отряде нашего короля. Это быстро восстановится. И никого в отряде дополнительных рыцарей-феодалов. Теперь остаётся поставить время на максимум. И ждать, когда наши катапульты сумеют добраться. Мы играем в компьютерные, настольные и ролевые игры. Где нам приходится исследовать строителей, захватывать неприступные замки. Но знаем ли мы, что на самом деле представляют собой эти фортификации? Какие интересные истории связаны с ними? Что скрывают за собой каменные стены? Свидетели целых эпох грандиозных битв, рыцарского благородства и подлого предательства. Эу-эу, потише. Друзья, потише. Мои ползут. Удивительно, но факт. Укреплённое жилище феодалов в разных частях света, Япония, Азия и Европа, строились по весьма схожим принципам и имели много общих конструктивных черт. Но в данной статье речь пойдёт прежде всего о средневековых европейских феодальных крепостях, так как именно они послужили основой для создания массового художественного образа средневекового замка в целом. И о рождении крепости уже поговорим в следующей серии, так как наши катапульты по чуть-чуть прибывают к месту, с которого начнётся наша борьба. Сори, друзья. Вынужден нажать на паузу, потому что что-то у меня горло заболело. Всё, друзья, я вернулся, обновился немножко. Теперь с большей бодростью можно будет штурмовать этот участок стены. Ну что, катапульты, готовы постараться и пробить нам брешь в последней линии фортификации противника? И мы, наконец-то, доберёмся до этого предводителя. Кто он там? Принц? Сын султана? Или, может быть, сам султан? Но если сам султан, то Франции, как всегда, повезёт захватить голову или живьём того, за кого можно востребовать действительно огромный выкуп. Но, к сожалению, когда дело касается осад, в плен взять этого парня будет нельзя. А было бы интересно, тысяч за десять или за какие-то преференции, может быть, за целый город, вытребовать предводителя всей орды сией. Во всяком случае, исторические прецеденты по этому поводу были. Направил только одну катапульту и жду, когда же всё случится. А всё случится очень нескоро. Если я буду продолжать... Вот теперь другое дело. Так бы с самого начала. Подводим наших воинов. Пилигримы мне нравятся. Сколько пытаюсь от них избавиться, никак не получается. Это очень серьёзные парни. Ну что, попробуем быстро на стены расставить наших лучников. Только надо не рисковать. На вторую скорость поставим. Начнём обстреливать и... Давайте выманим их. Но надо подготовить копейщиков сразу. С одной стороны и... С другой стороны. Где-то если пойдут, то пойдут сюда. Чтоб враг уже точно понимал, что скрыться он не сможет. И на этот участок стены. Тоже отправим наших лучников. Наших тяжей. Вперёд всё-таки стоит выставить именно копейщиков. Подготовились забирать жизнь. Врагов. Ну сейчас будем, наверное, приводить наш план в исполнение. Куда вы залезли? Всё, отправились. Значит будем встречать. Лучники напряглись. Тяжёлую пехоту отправляем ударить в спину. Кавалерию заводим. Так, не стреляете, правильно делаете. Вот вы из-за того, что бьёте издалека, можете попасть по своим. Скорректировать огонь с такого расстояния очень трудно. Ой. Да, видели. Не туда забежал. С этой стороны уже все подступы к врагу закрыты. Хотя, тут работают наши лучники. И работают очень даже неплохо. Всё, хватит. И от охраны врага остаётся очень мало воинов. 6% убито с нашей стороны. И практически весь враг полностью истреблён. Результаты этого боя мы внесём в наш список потерь. И потом всё это попадёт в военные отчёты. Мы будем знать, сколько французов было потеряно за пятилетку. И сколько погибло врагов. Погиб вражеский полководец. Крепость мы захватили. Соотношение потерь. 42 воина с нашей стороны. 119 воинов со стороны врага. Трое пленных. Хорошо. Войны нельзя избежать. Можно лишь оттянуть её к выгоде противника. Так писал Никола Маккиавелли. Очень мудрая фраза. Ограбить этот замок. И как все замки на Среднем Востоке, этот замок приносит нам огромное количество финансов. 8000 за грабёж. Ладно, разбираться с этим замком и дальнейшими действиями на 84 ходу мы уже будем в следующей серии. Как и читать материал, который я для вас подготовил. Вам, друзья, желаю хорошего настроения. И жду вас, самых верных и самых терпеливых моих зрителей, через день в следующей серии. Удачи вам!